Здравствуйте! В эфире «Частный интерес». Интерактивный проект, созданный с вашим участием. Вы задаете нам интересующие вас вопросы. Мы находим на них компетентные ответы. Смотрите сегодня в программе. Что строят в Дроздах и кто будет восстанавливать разбитую техникой дорогу? Улица Полевая. Не проехать, не пройти. Кто заменит лампочку в подъезде и кто заплатит за освещение вокруг дома? Негде парковаться? Пожалуйте на газон. Жительница дома по бульвару Старканицкий возмущена поведением некоторых автовладельцев. Медицинская карта. Сведения о здоровье пациента или секретный документ? В деревне Дрозды началось строительство. Вырубается лес. На вопрос жителей, что строится, не ответили ни в отделе архитектуры, ни в УКСЕ. Вопрос о вырубке леса также остался без ответа. Кроме того, строительная техника разбила и без того никудышную грунтовую дорогу. Что строится рядом с домами? Кто восстановит дорогу? Месиво из грязи вместо дороги. Жители улицы Полевой в Дроздах уже привыкли к тому, что каждый выезд в город нужно планировать до мелочей. Важный атрибут – резиновые сапоги. А еще продумать план «Б» на случай, если до города доехать все-таки не удастся. На прошлой неделе, когда были огромные колеины, я просто зависла. Я села на пузо, как это правильно сказать, и все, пока меня не вытянули. Не приехали – не вытянули. Джип, если большой джип, на высоких больших колесах – эта машина еще проходима здесь. Реально маленькой простой машинке легковой здесь не пройти. В деревне куча людей, куча стариков, куча детей малолетних, которым может понадобиться экстренная помощь какая-то. Скорая помощь сюда не доберется. Дороги в нормальном понимании на Полевой не было никогда. Жители за свой счет подсыпали ее. А когда многотонная строительная техника стала разбивать и без того никудышную грунтовку, местные жители запаниковали. Мало того, что к дому невозможно подъехать, так еще неизвестно, что именно строится по соседству и зачем вырубают лес. Ответы на свои вопросы они пытались найти во многих инстанциях. Позвонили в Козинский сельский совет. Валентина Алексеевна сказала, что не имеет никакого понятия, что происходит, что строится на этой близлежащей территории. Ничего не знает, поэтому, пожалуйста, звоните исполком, начальнику архитектурного отдела. Ситуацию не прояснили ни в отделе архитектуры, ни в УКСе. О вырубке леса не знали ни в экологии, ни в лесхозе. Нам удалось выяснить, что именно строится в Дроздах. Загадочным объектом оказалась электроподстанция, которая должна будет обеспечивать электроэнергией и сами Дрозды, и улицу нефтестроителей. Если сейчас эти микрорайоны запитаны по линии и они находятся в конце этих линий, то качество электроэнергии оставляет желать лучшего. То есть величина напряжения, ее надежность и так далее. При строительстве этой подстанции все, что будет непосредственно питаться от этой подстанции, электроснабжение будет осуществляться на должном уровне. Сами энергетики говорят, что тоже не в восторге от выделенного под строительство места, но именно его предложили после расчета всех норм удаленности. Начало стройки специально запланировали на зиму. Да оттепель в феврале наступила не кстати. Жителям Полевой предлагают потерпеть буквально до середины марта. Дорогу будет восстанавливать та же организация, которая сейчас ведет строительные работы. Подрядчиком на этом объекте у нас выступает ДРСУ 186, наша Мозорская. И с 15 марта дороги вот этого Дроздов, они переходят под обслуживание этой же организации. Поэтому достигнута договоренность, что там будет осуществлена подсыпка, выравнивание дорог. Сами повредили, сами и восстановят. Жителям обещают, их терпение будет вознаграждено. Стабильное электроснабжение, а возможно и дорога, появится здесь в недалеком будущем. Срок окончания строительства подстанции намечен на июнь. А пока месить грязь придется и ногами, и колесами. Елена же не понимает, почему, заплатив дорожный сбор, она вынуждена пробираться к собственному дому, каждый раз рискуя застрять. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал Мозорь. Кто должен производить замену перегоревших лампочек в подъезде? В соответствии с 12-м постановлением Министерства ЖКХ 2013 года, замена лампочек в подъездах и в местах общего пользования и вспомогательных помещений производится за счет ЖКХ. Однако, хочу заметить, что если жильцы хотят экономить на такой услуги, как расчет освещения места общего пользования, они могут сами самостоятельно установить себе энергосберегающие лампочки, установить фотошимовые элементы, дабы сэкономить. Для установки энергосберегающих светильников и фотошимовых элементов жильцы могут обратиться в службу ЖКХ. За чей счет освещается территория вокруг домов? Если светильник стоит на дворовой территории, оплата производится за счет местного бюджета. Если светильник находится на фасаде дома, то оплата за освещение ложится на плечи жильцов. Живу на бульваре Страканицкий, рядом с 14-й школой. Газон возле школы, а также пешеходная дорожка заставлена автомобилями и микроавтобусами. Пешеходам приходится обходить авто по грязи. Как повлиять на нарушителей? Газон вместо парковки местные автовладельцы используют довольно давно. Да и газоном это место уже назвать сложно. Автомобили выездили глубокие колеи, так что трава здесь вырастет не скоро. А в последнее время этой территории стало недостаточно. Машины начали ставить и на пешеходную дорожку. Обходить автомобили приходится по грязи и взрослым, и детям, которые идут в школу. Начинается с 8 часов вечера и до 8 утра все заполнено бусами. Пусть ГАИ обратит внимание на это, потому что раньше это отслеживалось ГАИ. ГАИ приезжало, забирали машины эвакуатором, сегодня это нет. Елена Ивановна говорит, что ее терпение лопнуло, когда ребенок вернулся со школы полностью в грязи. Упал на подмороженные слякоти. Да и сама женщина дважды не смогла удержаться здесь на ногах. Как привлечь автовладельцев к ответственности? Свой вопрос Елена Ивановна адресовала прежде всего в госавтоинспекцию. Необходимо, если видите нарушение правил дорожного движения, если транспортное средство находится на газоне или на участке с зеленым насаждением или на тротуаре, при возможности зафиксировать это нарушение каким-нибудь устройством, то есть фотографировать на мобильный телефон, но после этого можно обратиться к нам с заявлением в отдел ГАИ Мозырского РОВД, и мы примем меры к данному водителю. Во время съемки на этом месте не оказалось ни одной машины, но если факт нарушения будет подтвержден, автовладельцев ждет внушительный штраф. За данный вид нарушения, это нарушение пункта 143.15 правил дорожного движения, запрещена остановка и стоянка на газонах. Предусмотрен штраф для легковых автомобилей в размере одной базы величины, повторно в течение года две базы величины. Для автобусов и грузовых автомобилей предусмотрен штраф в размере пяти базовых величин. За повторно в течение года для грузовых автомобилей и автобусов предусмотрен штраф в 10 базах величины. Елена Ивановна надеется, что прибегать к крайним мерам не придется, и уже сам сюжет убедит автовладельцев поискать другое место для парковки. Ознакомиться с информацией в собственной медицинской карте в поликлинике невозможно. Карты на руки не выдают. Ни в коем случае объясните, на каком основании от меня скрывают информацию о моем здоровье? Можно ли сделать копию карты? На самом деле мы ничего от человека не скрываем. Человек имеет право знать либо его доверенные лица в соответствии с законодательством, те, которым он предоставляет эту информацию, возможность получения такой информации. Но медицинская карта амбулаторного пациента является собственностью организации здравоохранения, так как это документ, который является не только носителем медицинской информации, но и неким статистическим документом, который помогает нам обрабатывать информацию, вносить в нее, хранить и так далее. И вся вот эта вот работа с медицинской картой амбулаторного пациента подпадает под статью 26, 6 закон Республики Беларусь, номер 323 об архивном деле и делопроизводстве. Поэтому мы обязаны хранить медицинскую карту амбулаторного пациента в регистратуре и на руки выдавать ее запрещено. Пациент в любое время может по своему желанию ознакомиться с тем, что находится в амбулаторной карте под присмотром медицинского работника. Кроме того, по 200 указу президента человек может запросить информацию из медицинской карты в виде выписки, либо справки о состоянии здоровья. И в течение пяти суток такой документ будет предоставлен. А также есть справка о состоянии здоровья, которая выдается в течение суток после осморта. Медицинская информация выдается только... Медицинская карта амбулаторного выдается только правоохранительным органам и судебным органам по запросу официальному каких-то... Либо передается из одной организации здравоохранения в другую на руки, либо дубликаты по законодательству. Ну и логично, делать нет смысла. На сегодня это все. Смотрите программу «Частный интерес» по субботам. Звоните нам и помните, для нас найти ответ не вопрос. Медицинская карта амбулаторного выдается только правоохранительным органам по законодательству. Продолжение следует...